Это не кемпинг, а новые реалии жизни тех жителей Ирпеня, которые потеряли свои жилища. Уже месяц 120 горожан живут в палатках или в старом санатории Дубки. Нина Алексеевна одной из первых поселилась в этом временном убежище. И тут же принялась обустраивать свою небольшую комнатку. Я вот шторы себе повесила, диванчик небольшой купила, старенький холодильник купила. Но стараюсь, пенсия небольшая, но здесь кормят. Так я уже стараюсь что-нибудь приобрести на будущее. Ранее Нина Алексеевна жила в доме с садом, огородом и уютной беседкой. От ее дома ничего не осталось, но опускать руки она не собирается. Еще молодая, еще надо внука женить, так что еще с 20-х надо бодрствовать. Вот женщина с первого дня и взялась за активную деятельность в их модульном городке. Помогая людям расселяться, кому подбирая семейную комнату, кому с детьми. Вот старикам, к примеру, если они одиноки, то в комнате по 4 человека, чтобы им веселее было. То есть вы здесь фактически комендант, да? Да, можно сказать да. Помогла женщина и Хайяму. Он жил в Ирпене с женой и тремя детьми. В первый же день перевез семью в безопасное место, а сам вернулся домой. Теперь живет в палатке. Другого выхода нет. Вариант покинуть Украину я не хочу. Сейчас Хайям в поиске работы. Говорит, из одежды разве что то, что привезли волонтеры. И вот этот спортивный костюм, в котором эвакуировался, когда уже оккупанты были в городе. С улыбкой вспоминает свой довоенный имидж. У меня костюмы, галстука всегда, я в форме. Ну ничего вообще. Ну и не успел, и не думал, что... Все-таки, ну как надежда, мы все думали, что да не, не будет. А вот это его прошлая жизнь. Там были комнаты. Раз, два, три, четыре комнаты были. Второй этаж полностью сел, и они все вместе сгорели. Единственное, что уцелело, вот этот антикварный стул. Хайям отдал его на реставрацию. Хочу что-то память, я его, конечно, фото сделаю. И где бы то я ни был, этот стул рядом повешаю, это фотография, чтобы было это единственное. А вот этот дом многодетной семьи Любченко. У них не осталось даже стула. На четвертом этаже. Вон оно, на четвертом этаже наша квартира. А он соседу, где балкон вывален, прилетел снаряд. Это у нас была наша спальня, а это была детская. Троих детей развезли по родственникам. Там условия лучше тех, в которых ныне живут сами родители в том же модульном городке. Вот окно, пленочка, 120-ка, чтобы холодно не было. Сейчас пока лето, тепло, сезон. Детки где-то находятся у родственников в деревне, в разных частях Украины. Сколько еще так будут жить, люди не знают. Понемногу пытаются обустраивать жизнь здесь, во временном доме. Но, несмотря ни на что, все же мечтают. Хочу дома сесть со своими детьми, с детьми, как раньше. Нажарить шашлыков, какую-нибудь бутылочку вина. Знаете, я по молодости очень любила шардоне. Ну а что ж, говорю как есть. Я знаю точно, что у меня все будет хорошо.